Основная задача любого права от банкира помочь людям сохранить и передать по наследству, а уже во вторую очередь приумножить капиталы. Для средних и для небольших по размеру банков это очень дорогой бизнес, потому что он требует в том числе и определенных инвестиций. Конечно же для нас западный опыт он неоценим, потому что история мирового права от банкира насчитывает больше 200 лет. Но я вижу ряд очевидных конкурентных преимуществ российских банков. Прежде всего, конечно, мы лучше знаем своего клиента. Во-вторых, мы не такие зашоренные, у нас нет ряда табу, которые в ряде случаев просто надуманы. Мы планируем достаточно динамично развиваться и даже в наших показателях стратегий на ближайшие три года заложены планы расти чуть-чуть даже быстрее рынка. То есть если мы рост этого рынка оцениваем в 12-15% в год, то мы хотим достичь показателя 20-25%. Нижняя планка 3 миллиона. Хотя если говорить именно о private banking с точки зрения оказания консультирования и помощи клиентам в управлении их активами, то, конечно же, мы должны отчетливо понимать, что с активами меньше миллиона долларов какую-то более-менее сбалансированную корзину или портфель инвестиционный собрать очень сложно. Должно еще пройти 10-15 лет, чтобы мы достигли того уровня соответствия наших предложений рынку, и чтобы вырос новый класс потребителей, достаточно широкий класс потребителей, который бы в состоянии был пользоваться нашими предложениями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!